Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Потапов Виктор Александрович. Я учитель английского языка в Якутском городском лицее. И сегодня я хочу рассказать вам пару тем, которые могут быть вам полезны для успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку. В частности, раздел лексика и именно две конкретные темы. Это у нас употребление глаголов will и would. А еще вторая тема — это у нас отрицательные префиксы при словообразовании. Давайте начнем. Как вы можете видеть, у нас здесь идет первый слайд. И сначала здесь идет речь о употреблении глагола will. Как вы знаете, глагол will употребляется, когда мы используем времена будущие в английском языке. Вы все знаете, то, что в английском языке очень много будущих времен, но статистика показывает то, что при сдаче ЕГЭ в основном фигурирует два конкретных времени будущего. Это future simple, либо же future continuous. Здесь мы с вами посмотрите на примере future simple. Смотрим, здесь у нас есть глагол will. Какие же есть случаи, когда мы употребляем глагол will именно в контексте единого государственного экзамена? Здесь у есть две ситуации, два случая. Первый случай — это когда у нас есть это простое будущее действие, да? Действие, которое произойдет скоро для нас. Допустим, в следующем году, через 10 лет и так далее. Либо же совсем скоро, через пару часов. И здесь простейший пример. Как видите, это означает, написано, the guests will come. Кто-то сказал то, что гости придут и придут, и все. Это будет в будущем. И это простое самое предложение, утверждение. Дальше идем. Второй случай. И здесь у нас что? Есть условное предложение первого типа. Этот случай, он немного более сложный. Здесь, как вы видите, здесь есть обязательные условия. Чем выражают условия? Условия выражаются при помощи слова if. Либо же иногда вместо слова if может быть слово when. Смотримте. The guests will come if we invite them. Смотримте, где у нас условия. В предложениях подобного рода всегда есть две части. В одной части у нас всегда есть условия. Условия у нас здесь. If we invite them. Если мы их пригласим, то гости придут. Давайте мы сравним те на русском языке и на английском языке. Гости придут, если мы их пригласим. Гости что сделают? Придут. Если мы что сделаем? Пригласим. Как видите, в русском языке здесь есть в обоих частях будущее время. В русском языке есть только три времени и будущее время здесь в обеих частях. Но смотримте. The guests will come. Здесь у нас future simple. А здесь у нас if we invite them. Это у нас present simple. Это типичный пример условного предложения первого типа. Если вы в заданиях типа get видите условия, которые выражаются при помощи слова if, чаще всего это бывает if, не when. И допустим, если после if вы видите present simple, а это скорее всего так и будет, это значит, что скорее всего в подобных заданиях у вас будут варианты future simple. The guests will come. Например, мы это потом посмотрим. Идем дальше. И на этот раз мы посмотрим с вами на употребление глагола вот. Вот. Применяется в разных ситуациях. Но мы с вами опять-таки рассмотрим только те в контексте единого государственного экзамена по английскому языку. Здесь опять-таки вам даются две ситуации, два случая, когда нужно употреблять вот в контексте gay. Давайте мы с вами посмотрим. В первом случае это у нас условное предложение второго и третьего типа. Здесь выданы вам два предложения, соответственно, одно из них второго, соответственно, и другое третьего типа. Вы можете сами сейчас порастуждать, подумать, к какому типу относятся каждое предложение. Но я вам сейчас их проработаю и посмотрим. Первое предложение. Если у нас в первом случае было the guests will come if we invite them, то в данном случае, как вы видите, здесь времена изменились. Если в первом случае у нас был paradigm simple, то в данном случае у нас есть уже path simple. If we invite them, это практически тот же самый, тут действует тот же самый механизм, что и при условных предложениях первого типа. То есть времена в двух частях, они должны быть разные. If we invite them, так как это у нас прошедшее время, то, соответственно, will, оно принимает свою прошедшую форму. Как вы знаете, подобного рода предложения мы используем, когда мы говорим о теоретической возможной ситуации в будущем. Второе. Как вы видите, здесь опять-таки потребляется would, но здесь у нас более сложный случай. Have come и had invited. Здесь у нас past perfect, здесь у нас would плюс have come, и того будет. Надеюсь, вы знаете, то, что подобного рода предложения используются, когда речь идет о ситуациях, которые уже необратимы, которые были в прошлом уже. Так что, если каждый раз, когда вы делаете задание подобной йоги, вы, пожалуйста, смотрите, какое время употребляется после слова if. If we invited them, видите, past simple, употребляйте, опять-таки, would. Видите, if we had invited them, past perfect, опять-таки, здесь будет would. Если вы увидите present simple, то там уже будет will. И второй случай – это когда здесь косвенная речь. Косвенная речь очень часто встречается в заданиях подобного рода. И как обоснать косвенную речь? Очень просто. В подобных случаях, как правило, бывают слова she said, а иногда бывают вместе с said added. И, соответственно, у вас, так как она сказала в прошлом, то, что гости придут, опять-таки, сравниваем в русском языке, гости придут. Но она же сказала это в прошлом. Так что то, что она сказала, не является тем же самым будущим, что и для нас. И поэтому здесь мы, опять-таки, меняем will на would. Дальше идемте. Прошу прощения. Немного назад отводим. Ага, и вот здесь слайд. Сейчас я хочу рассказать вам, в частности, как различить прямую и косвенную речь. Ну, на самом деле, естественно, это очень просто. Прямую речь употребляется will. She said the guests will come. Здесь у нас есть кавычки, и она говорит, она цитировала, то есть это цитирование ее. Она говорит, и здесь этот временной отрезок будет то будущее, которое актуально для нее. Поэтому здесь will. Дальше идемте. В косвенную речь употребляет уже would. Сравниваем два предложения. The guests will come. Опять-таки, на начало у нас то же самое. She said that the guests would come в данном случае. Почему? Потому что то будущее, которое типично для нее в том временном отрезке, не является тем же самым будущим, что и для нас. И поэтому каждый раз нам нужно согласовать времена подобным образом. Так, пойдемте дальше. И здесь уже непосредственно на примерах я хочу вам показать употребление подобных родов вспомогательных will and would. Пожалуйста, смотрите. Это у нас типичное задание в формате ЕГЭ. И здесь у вас есть выделенное полукругом. Это у нас ВК. Это значит, что эта тема затрагивается именно в этом пункте. Смотримте. Without doubt, this new technology, что-то, 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 popular among drivers very soon. Мой вам совет, каждый раз, когда вы делаете подобного рода задания, пожалуйста, обращайте внимание на первое предложение. Чем оно может вам помочь? Тем, что вы определяете, повествование дается от какого времени. Является ли это от прошедшего времени или же от настоящего времени. Читаемте. Country-based tracking appears a lot in new vehicles. Appears. Смотрим. Это у нас будет настоящее время. Present simple. И, соответственно, логично предположить то, что будущее этого текста является будущим и для нас тоже. Поэтому, смотримте, without doubt, this new technology will become popular among drivers very soon. Потому что эта технология еще не внедрена. Это будущее является будущим для нас тоже. Так, закрываем и идемте дальше. Следующий текст – это kukabura. Это, насколько я знаю, это то ли птиц, это даже, скорее всего, птица должна быть. И, смотрите, опять-таки, последнее слово, которое затрагивает нашу тему. Но сначала, опять-таки, посмотрим первое предложение. Rolling laughing call is one of the sounds of the animal world. Is one. Не was one, а is. Опять-таки, видим то, что здесь у нас повествование дается от настоящего времени. Соответственно, будущее этого текста является будущим для нас тоже. Смотрите. Мистер Кунц added to the birds. Мы смотрим, обращаем внимание на слово added. Добавил что? Добавил. Это у нас будет повествование от прошедшего времени. И, как я вам ранее показывал, это тот самый случай, когда у нас было правило прямой речи без кавычек. То есть, будущее мистера Кунца для нас не является тем же самым будущим, потому что он сказал об этом когда? Давно еще. И, смотрите, teach. Здесь у нас такой более усложненный вариант подобного задания, потому что, как мы знаем, вряд ли есть птицы, которые умеют обучать. Верно? Соответственно, это птиц нужно обучать. И, как это будет звучать на русском языке, мистер Кунц добавил то, что скоро птиц обучат. Соответственно, здесь будет. Вспоминаем правило образования reported speech. Words would be taught. Вот так. Вспоминаем образование страдательного залога. Третья форма глагола. И, соответственно, использование глагола to be. Вот так. Что же нас ждет в следующем задании? Дальше идем. Things that go bump in the night. Здесь у нас есть более другой случай. И смотрите. Yes, I agree. Answered his wife. I am sure they. Что здесь сразу обращает на себя внимание? Конечно же, наличие кавычек. Что значит кавычки? Это значит то, что их нужно применять со временем future simple. I am sure they… Активируем ручку опять-таки. They will not disturb. Я уверен, что они нас больше не будут долго беспокоить. Дальше идемте. И, пожалуй, последнее. Swimming calls. Обращаем внимание на слово choose. И здесь, опять-таки, смотрите. Начало 24-й. If they could kids. Смотрим на наличие нашего популярного слова if. И после if у нас идет что? Could. Это прошедшая форма глагола can. Соответственно, это у нас яркий пример. Это у нас условное предложение второго типа. If they could kids. Активируем ручку. Kids would choose. То есть именно так это будет выглядеть. Пожалуй, мы посмотрите на еще одно. Так, смотримте. Rewards и prefer. If a teacher likes you the most. Это у нас, как видите, в present simple. И, соответственно, здесь нужно будет применить future simple. If a teacher will reward, а также prefer. If they were given the choice. Смотримте. Это у нас past simple, прошедшее время. И, опять-таки, здесь мы употребляем вот. They would prefer. Вот на этих примерах мы с вами сегодня посмотрели, в каких случаях стоит употреблять will и what. Большое спасибо за ваше внимание. На этом я с вами прощаюсь.